Я хочу показать тебе короткий клип того, что ты сказал Такеру Карлсону в прошлом году. И это начинает выглядеть действительно пугающим предчувствием того, что происходит прямо сейчас. Сыграй эту роль. Потому что с самого начала Путин и его советники никогда не были заинтересованы в войне с НАТО или Соединенными Штатами. Вот почему у вас был такой постепенный медленный прогресс в движении вперед, оборонительные операции в течение длительного периода времени для наращивания сил, а затем продолжающиеся наступательные операции. У них более 300 боевых частей в резерве в России. И я думаю, что они сидят там и не выпускаются для боя, потому что президент Путин предвидит, возможность того, что мы вмешаемся в Западную Украину. И если мы вмешаемся в Западную Украину, русские будут готовы к этому. И последствия для нас и для НАТО будут разрушительными, потому что мы не готовы сражаться с русскими. Сейчас Байден, похоже, не следит за тем, чтобы мы были готовы, или же он не осознает, что это риск. Примерно две или три недели назад он говорил о том, почему нам нужно принять это дополнительное финансирование для украинской стороны, потому что, позволю ли я ему рассказать об этом? Идея о том, что мы собираемся уйти из Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО начать распадаться, совершенно не в интересах Соединенных Штатов Америки. И это противоречит нашему слову, которое мы давали с чувством правды, начиная с Эйзенхауэра. Так что самое время убедиться, что Конгресс вернется домой и примет закон о финансировании НАТО. Это очень важно. Хорошо, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу о том, что говорил Макрон, я хочу остановиться и поговорить об этом во второй раз. Потому что я не уверен, о каких обещаниях, которые мы дали, говорит президент, о войсках, возвращающихся к Эйзенхауэру, которые имеют какое-либо отношение к конфликту между Россией и Украиной. У вас есть хоть какое-то представление о том, куда он клонит со всем этим? Я думаю, что он сбит с толку, что не является чем-то новым для президента Байдена. У людей в Вашингтоне очень странное представление об истории. Стоит отметить, что когда Эйзенхауэр был президентом, он считал, что все страны Балтии, Польша, то, что раньше называлось Чехословакией, и другие государства в регионе должны быть нейтрализованы. Так что Эйзенхауэр не давал никаких обещаний по поводу каких-либо действий в Восточной Европе. В договоре НАТО нет ничего, что обязывало бы нас что-то делать на Украине, да и не должно быть. Если у него есть обязательства, то это моральное обязательство, и оно заключается в том, чтобы положить конец войне на Украине. Он, похоже, не понимает, что война проиграна. Она была проиграна уже несколько месяцев назад. Русские упорно продвигаются вперед. Они продвигаются все ближе и ближе к реке. И в конечном счете я подозреваю, что они примут решение переправиться через реку и разобраться с Одессой. И если им нужно будет двинуться прямо на Киев, то мысль о том, что мы должны остановить что-то из этого, абсурдно. Мы могли бы остановить это, как мы знаем, еще в конце марта-начале апреля, с помощью соглашения, которое мы могли бы помочь спонсировать и положить конец этой катастрофе.